Новая мода среди элитных поваров и поклонников здорового питания. Микрозелень. Крошечные ростки, которые, как выясняется, скрывают в себе нечто поистине волшебное. На субботнем фермерском рынке в Плайя-Виста, одном из гламурных районов Лос-Анджелеса, продают все возможные дары полей Калифорнии, от черешни до абрикосов и голубики. И микрозелень от колоритного фермера Джо Терри тут расходится на ура. Пусть и стоит недешево, 4 доллара за небольшую коробочку. Но зато какая экзотика! Вы, например, пробовали вот в таком виде? Брокколи, тайкон, кинзу, горох или подсолнух? Ростки гороха по вкусу похожи на молодые зернышки. Это удивительно. Да, да, замечательно! Он очень питательный и содержит много хлорофилла. Это одно из важнейших веществ в микрозелени. Никогда бы не подумал, что ростки подсолнуха могут быть вкусными. Но это правда, у них действительно есть какой-то вкус, похожий на семечки. Это неудивительно, потому что они и выросли из семечек, но все равно выглядят непривычно. Спасибо большое! Мода на такие ростки, нечто среднее между пророщенными зернами и взрослыми растениями, появилась в 80-е именно здесь, в Калифорнии, с ее любовью к здоровой свежей еде. Джо вообще-то всю жизнь работал программистом в Чикаго, но потом решил круто поменять свою судьбу. Когда-то давно я увидел фильм «Пляжные игры», и еще тогда подумал, что Калифорния – лучшее место для жизни. Но продолжал жить и работать в Чикаго, пока в какой-то момент не осознал, что ничего полезного там, по сути, не делаю. Тогда я решил стать городским фермером. Выращивал обычные овощи, но это оказалось неудачной идеей. И как-то друг предложил мне заняться микрозеленью. Так я и переехал сюда. Друг – вот он, Майк Гарсия, ландшафтный дизайнер, которому в какой-то момент стало интересно совмещать красивое со съедобным. Так ведь получается и экологичнее, а для него это тоже важно. Майк собирает и использует дождевую воду, разводит кур и кроликов, не собираясь их есть, а просто для единения с природой. И всячески пропагандирует вегетарианство. Иногда даже, шокируя соседей и гостей, демонстративно жует то, что растет у него на улице – от салата кейл до кустиков сладкой стевии. Когда готовлю фасолевый суп, то просто выхожу из дома и срываю зелень прямо здесь, у дороги. И это невероятно, просто невероятно. Если ты покупаешь еду в магазине, то это просто еда пластиковая, а настоящая еда, которую ты вот так срываешь – это лекарство. Настоящее лекарство. А главное, все это бесплатно. В специально оборудованном ангаре Чо и Майк создали ферму по выращиванию микрозелени. Дело это в промышленных масштабах не очень простое. Чтобы не развивалась плесень и продукт был безопасен, надо применять особый кокосовый грунт, пропитанный противогрибковым экстрактом виноградной косточки. А еще насекомые. Вы пытаетесь бороться с мухами? По-разному. В последнее время их особенно много, поэтому в компосте для растений мы используем специальные бактерии, благодаря которым личинки умирают еще в почве. Ростки – штука капризная. Требуют постоянного контроля влажности и температуры. В первые дни их надо укрывать от света, а потом, наоборот, освещать. Бизнесу Джо и Майка всего полгода, но поставки уже удалось наладить в рестораны, а кое-что продается на рынках выходного дня. Появились и постоянные клиенты. Например, агент по страхованию Руди со своим другом Джонатаном каждую субботу покупают зеленые ассорти. Мне 52. 52? Да, скоро исполнится 53. А выглядите очень хорошо. Вы много едите микрозелень? Да, довольно много. Всех, кто подходит и просто интересуется, Джо старается просвещать, объясняя, что микрозелень надо понемногу добавлять в салаты или к гарниру для основных блюд. Это и заряд витаминов, и просто красиво. Вот, например, ростки капусты брокколи или непривычный для нас амарант. Амарант начали возделывать еще 8 тысяч лет назад в Центральной Америке. В основном его выращивают, чтобы получать семена и добавлять в муку или хлеб. Но вот такое молодое растение тоже очень питательно. И наука подтверждает. В западной прессе сейчас даже пишут, что микрозелень скрывает макропользу. В ходе одного из недавних исследований ученые сравнили 25 видов микрозелени с их взрослыми аналогами. Результаты удивили даже Минсельхоз США. Микросалаты выиграли с преимуществом иногда в десятки раз. Это было неожиданно. В ростках оказалось удивительно много аскорбиновой кислоты, каротиноидов, витамина К и токоферола, витамина Е, который известен своими антиоксидантными свойствами. Ученые объясняют это так. Во время прорастания деление клеток происходит очень активно. Для этого растение и концентрирует все питательные вещества. Оно заботится, конечно, о себе, а не о нас. Но мы можем этим воспользоваться. Диетологи особо обращают внимание на брокколи. Эта капуста и в обычном виде суперполезна, но ее ростки просто бьют рекорды. В достаточно высоком содержании органических кислот, минеральных веществ, они богаты хлорофилом, они богаты фолиевой кислотой, которая необходима для процессов кроветворения. В частности, она просто незаменима в питании женщин репродуктивного возраста. Вырастить микрозелень вполне реально и самому, в обычной квартире. Если требуется много, можно использовать специальные проращиватели. Ну а актриса и телеведущая Юлия Пятина просто бросает семена в землю. И буквально за неделю-полторы вот у меня образовались такие, видите, уже свежие выращенные листочки. Микрозелень в почете не только у диетологов, но и у шеф-поваров, которых привлекает эта миниатюрная красота, способная добавить шарма многим блюдам. Кулинар Павел Овсянников, например, готовит курицу в панировке из ростков. То есть у нас идет такая коллаборация вкусов. Получается у нас нежная курица в сочетании с пикантной микрозеленью, со сливочным соусом. Так мы откроем для себя что-то новое. Полный рецепт, как всегда, на сайте еда.шоу. Ну и, конечно, микролистья украсят собой любой салат. Шеф-повар Руслан Буй предлагает теплый вариант с запеченной свеклой. Корнеплод отправляется в духовку минимум на 30 минут. Тем временем готовится заправка. 30 граммов оливкового масла надо смешать с уксусом. Уксус винный бальзамический. Мадена. Лучше всего его использовать. Он придаст сладковатый вкус и легкую кислинку. На подушку из ростков нута выкладываем печеную свеклу и редис. Украшаем козьим сыром и кедровыми орешками. А потом добавляем несколько веточек микрокинзы и мангольда, заправляем соусом и наслаждаемся. В общем, микрозелень это отличный способ открыть для себя что-то новое. Несколько листиков и любое блюдо заиграет новыми красками. И визуально, и на вкус.